Я рада приветствовать вас на моем канале. 23 января, 10 января по старому стилю, отмечается День Григория, Летоуказатель. Согласно церковному календарю, сегодня вспоминают Святого Григория, Епископа Низского. В народе отмечают День Григория, Летоуказателя. 22 января по традиции наблюдали за погодой для того, чтобы выяснить, каким ожидается лето. Если на стогах иней, ожидается сырость. Если дует ветер с юга, будет множество гроз. Сухой снег на земле предстоит засуха. За эту примету Григория и назвали Летоуказателем. Святой Григорий правильно жил и служил Богу, был женат на благочестивой девушке. Этот день не является праздничным. Люди сегодня работают в поте лица. Приметы на 23 января предрекают, каким будет лето и как быть здоровым. Обычно этот день никак не отмечают в календаре. Это трудовой будний день, когда принято работать в поте лица, чтобы был хороший урожай весной. Сегодня занимаются уборкой, стирают, шьют, гладят, вяжут, делают ремонт, чинят одежду, мастерят новую мебель. Также сегодня люди загадывали желание. Принято считать, что если 23 января подняться на самую высокую гору в округе и на дереве повязать красную ленту, загадывая желание, то это желание вскоре сбудется. А еще считается, что если сегодня приготовить большое мясное блюдо из свинины или говядины, которое отведает вся семья за ужином, то потом весь год все члены семьи не будут болеть. Сегодня также нельзя выбрасывать крошки от хлеба. Кто это сделает, болеть будет. Все крошки нужно собрать и съесть. Крестьяне с этого дня принимались за планирование работ на весну, для которых нужно было подготовить инструменты, отремонтировать, покрасить или же обновить. Также проводили проверку закромов, перебирая озера. Крупные откладывали на посадку, а небольшие перемалывали в муку. День Григория обращались к духу, живущему в сене, стоговому. Кланялись ему и благодарили его за заботу. А также несли ему угощение, свежеиспеченный каравай. Считалось, что дух в ответ внимательнее станет относиться к своему хозяйству и защитит сено от нападения мышей. Также бытовало поверье, что если 23 января трижды обойти вокруг стога против солнца, а после взять с него горсточку сена и отнести домой, то можно стать богаче. День Григория запрещалось выносить за порог дома залу и мусор, иначе можно было вместе с ними и удачу выкинуть. На лето указателя было принято готовить мясные блюда. Существовала народная примета, что если в этот день поесть мясо, то весь год будешь сытым и здоровым. Считается, что сегодняшнее позитивное сновидение исполняется через 14 дней, а негативное через год. Женщины 23 января делали оберег для деток. Брали нитку со своего платья, в котором ходили более года. Подшивали им подол на тельной рубахе ребенка. Таким образом, мать передавала свою силу дитю, защищая его от всех бед и невзгод. На Григория проводили специальный ритуал на сено, привлекающий семейное счастье. Для этого 23 января шли к Скирде и брали немного сена, несли в избу и делали из него подобие гнезда, украшая цветными лентами. Внутрь ставили церковную свечку, а рядом клали вещи всех живущих в доме. Затем зажигали свечу и говорили такие слова. Огнем наши души согреваю, удачу в семью привлекаю. Будем любить друг друга, не обижу никогда супруга. Он мне взаимностью ответит, будут уважать нас наши дети. О предках своих не забываю, их поддержку призываю. Господи, помоги, на семейное счастье благослови. Это заговоренное гнездышко должно простоять в доме 12 суток, только нужно каждый вечер зажигать свечку в нем. После этого вещи следует раздать владельцам, а гнездышко положить на крышу. Хороший знак есть, если в нем весной птицы начнут высаживать птенцов. Если следовать приметам, объясняющим, что нельзя делать 23 января в день Григория, то сегодня не рекомендуется жаловаться на здоровье без явных на то причин. Многие люди очень любят рассказывать о своих болячках, чтобы их пожалели. Иногда это делается ради поддержания разговора, а кто-то и вовсе, делясь рассказами о своих недугах, старается передать их слушателю. И если в другие дни неоправданные жалобы на здоровье сходят с рук, то 23 января они могут стать причиной появления настоящих болезней, притом довольно серьезных. По приметам, нельзя 23 января выносить вместе с ненужными вещами мусор и залу, так как можно случайно выкинуть и семейное счастье. Не стоит в день Григория ныть и капризничать, иначе можно привлечь к себе неприятности. Сегодня нужно быть оптимистом, даже если и есть причины для печали. Нельзя 23 января Григориев день хвастаться, тем более деньгами и материальными благами. Так можно и без них остаться, деньги украдут, вещи сгорят во время пожара или же будут безвозвратно утеряны. К тому же демонстрирование своего превосходства перед другими может стать причиной разлада с близкими людьми. Запрещается в этот день сквернословить. Можно навлечь на себя массу проблем, часто личного характера, хотя некоторых могут начать беспокоить и материальные трудности. По приметам, нельзя 23 января мыть посуду в чужом доме. Тот, кто нарушит запрет и возьмется помочь таким образом хозяйке, и сам не устроит свою судьбу и хозяевам дома насолит. Между ними возникнут ссоры и недопонимания. Поэтому гостям в день Григория желательно не приближаться к мойке с грязной посудой. Не разрешается в Григорию в день встряхивать ини из деревьев. Иначе этим летом ничего не уродит и будет семья весь год впроголод жить. 23 января нельзя вытирать обеденный стол бумагой, иначе могут в семье возникнуть ссоры. Кстати, по этой же причине не стоит сегодня пользоваться бумажными салфетками. Их лучше заменить на полотенце. В Григории в день не стоит поднимать ложку, упавшую во время еды. По приметам это означает, что какой-то неприятный человек стремится в гости. Чтобы он передумал, нужно упавшую ложечку оставить на полу до следующего утра. Люди верили, что выбросить хлебные крошки – серьезно заболеть. Съесть крошки весь год быть здоровым. Приметы на 23 января говорят, что если сегодня есть мясо, то весь год потом никакими хворями болеть не будешь. Если на улице ясно и солнечно, лето будет жарким и сухим. Если сегодня появилась первая капель, лето будет теплым и влажным. Безоблачное небо к ранней весне. Если 23 января снегом дороги занесло, то летом ожидается урожай хлеба. Чистое небо в день Григория – примета, что весна рано придет. Капель 23 января сулит летнюю приятную погоду. И не к вечеру появился бытни погоде. По примете, кто будет в день Григория плакать, еще 9 дней будет слезы лить, поэтому сегодня старались только радоваться. Считалось, что рожденные в этот день обладают крепким здоровьем и большой силой воли. Они очень обидчивые люди. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok